КАЗАХМЫС БАРЛАУ У нас есть предприятие, которое работает с 40-х годов. На этих шахтах уже запасы заканчиваются. Поэтому мы должны восполнять это все, находить новые проекты, чтобы это было новое производство. Люди, которые работают на старых шахтах, могли переходить уже на новые проекты. Если с этого года считать, работаем над 47 проектов. Из них мы один проект позапрошлом году сдали, можно сказать, на нашем языке, на гора. Это проект Хачкунган. Сейчас работаем над проектом Кокташеркцинский кластер, который в будущем будет работать на влагу нашей корпорации, где мы сейчас утверждаем уже запасы. Полный цикл геолого-разведочных работ проводят геофизики компании «Казах Геофизикс». Для этих целей используют передовые технологии и оборудование. Это позволяет проводить поиск и разведку месторождений полезных ископаемых, обрабатывать данные с учетом мирового опыта и международных стандартов. «Казах Геофизикс» является казахстанской геофизической компанией, которая занимается начальным этапом гео-разведочных работ по нескольким направлениям. Это наземные геофизики по направлениям электроразведки в двух разновидностях, магниторазведка, также спектрометрия и сопровождение токогеодезии. Следующее направление является аэрогеофизика. Здесь применяем для поисково-разведочных работ дроны и беспилотные летательные аппараты для поисково-разведочных работ с применением спектрометрии и магнитометрии. Внутри аэрогеофизических работ мы применяем самый передовой инновационный метод, существующий по миру, канадского производства технологии Mobile MT, с применением летательного аппарата вертолета и также самолета. Канадская компания Quantum, мы с ними заключили договор, и они интересуются нашими уже теми проектами, которые мы сейчас разведку делаем. Они к нам приезжали, смотрели наши объекты и пригласили нас, такие крупные компании, как Clio Tinta, Quantum канадская, японские компании. Ну, обмен опытом это всегда помогает, потому что мы должны посмотреть, какие у них технологии, на самом деле, как они работают. И мы всегда стараемся применять новые технологии и обучать наших кадров, потому что от кадров зависит много чего. А сейчас у нас молодежь, ну, то есть молодежь у нас растет, все университеты сейчас открыли разные новые специальности, соответственно, с новыми технологиями, сотрудничаем с университетами, с колледжами. Да, кадры решают все. И не будет преувеличением сказать, что специалисты – главная ценность компании Казахмэс Барлау. Повышению их квалификации, обучению новых навыков и умений уделяют огромное внимание. Взращивание кадров – одна из миссий Казахмэс Барлау. У будущих геологов, геофизиков и инженеров есть исключительная возможность пройти практику на предприятии. Приятным бонусом является то, что кроме бесценного опыта студенты могут и зарабатывать. Наши многие геологи, буровики, главные инженеры, их всегда приглашают в университеты, в колледжи на преддипломные и дипломные защиты. Они всегда присутствуют. И, конечно, мы там уже смотрим, какие у нас там специалисты хорошие, и их сразу же начинаем приглашать к себе на работу. Поэтому даже студенты, которые у нас проходили практику, мы автоматически на последнем курсе, когда они уже проходят практику, мы говорим, что этот специалист нам нужен, что ты можешь рассчитывать на нашу компанию, когда закончишь. Я пришел на эту практику, чтобы получить опыт, потому что будущим хочу продолжить работать в этой сфере. Тут я понимаю, что надо начинать с низов, и вот так Ашки и Бшки – это, по сути, низы в геофизике, которые мы проходим. Эта компания является одной из самых лучших, одной из ведущих по геофизике. По этой причине у меня был приоритетный выбор, потому что эта компания дает много возможностей, и самая компания новая, и амбиции, и целей у них много. Геофизики на самом деле являются начальным этапом всех геообразоведочных работ. С применением различных геофизических программных обеспечений мы даем свои аномалии, изменения, получаемые из глубин недр. Соответственно, без геологической интерпретации, без определения природы данной аномалии, результат является только цифрами. Наша работа очень тесно связана с геологами. Нашими результатами мы совместно делаем общую интерпретацию гео-геофизических данных. В последующем уже даются рекомендации для подтверждения буровыми работами, соответственно, проводятся дальнейшие работы уже буровые, лаборатории. В последующем будет сама оценка самого месторождения при положительных результатах. Сегодня компания выполняет полный спектр геофизических услуг. Наземная геофизика Подземная съемка Топогеодезия Аэрогеофизика ГИС Геофизические исследования скважин Лабораторные исследования Бурение само по себе – это очень сложный технологический процесс, который требует обширных навыков и знаний для бурения. Инженер по бурению должен контролировать процесс бурения от планирования до окончания процесса бурения полностью, соблюдение технологии бурения. Магомед Мартаев – буровик. Его опыт в геологоразведке насчитывает больше 15 лет. В компании «Казахмыс Барлау» работает с основания. Магомед рассказывает, обновленные станки позволяют значительно повысить производительность. Когда я начинал работать в 2007 году, я попал на буровые установки, которые были изготовлены еще в советское время. Там были механические установки, которые, во-первых, у них была и производительность ниже, и медленнее происходил сам процесс бурения. Здесь же намного проще. У нас в компании применяются полностью гидравлические буровые установки. Есть буровые станки, которые могут бурить глубины до 300 метров, до 500 метров. И есть буровые установки, которые могут бурить скважины до 1500-1500 метров в глубину погонных метров. Бурение также мы производим под различными углами от 90 градусов до 45. Мы находимся на производственной базе города Караганды. Здесь непосредственно проходят распиловочные и отбор проб. В настоящее время проводится отбор проб и распиловка по участку Восточной Атабай. Там проходят буровые работы, а также геологическое сопровождение, а именно документация и разметка на пробование. После данной операции керн приводится на базу города Караганды, где непосредственно здесь уже проходится распиловочная работа и на кернорезных станках. Далее после распиловки керна происходит отбор проб. Марат Рахимов – начальник карагандинского геолого-разведочного отдела. Геолог с 10-летним стажем признает – профессия пусть и не из легких, но завораживает своей спецификой. Больше всего ему нравится, что это мыслительная работа. На производственной базе Караганды Марат, пожалуй, лучше всех знает все про распил и сортировку керна. После того, как керн распиливается, он выкладывается на столах, где происходит отбор проб керновым способом. Геохимическим способом это уже идет на сборно-сколковое опробование, где молоточком небольшие куски по 2-3 см, через каждые 15 см отбираются сколки весом не более 1,5 кг. После отбора проб, пробы формируются в заказ снаряды, грузятся в мешки и бэк-бэки и отправляются в лабораторию. Мы находимся в лаборатории, в которой непосредственно работаем. То есть те пробы, которые мы отобрали, привозятся сюда. В дальнейшем она переработается в соседнем цеху на этап проб подготовки, где мы получаем порошки. В дальнейшем мы берем, вставляем стандарт наши контрольные пробы. Наш коллега сейчас зашифровывает эти стандартные образцы. Мы их получаем, передаем нашему специалисту. То есть мы знаем результат содержания данной пробы, а лаборатория не знает. Они проведут анализ, и мы проверяем непосредственно саму лабораторию. Асим Гуль Макулбекова – молодой специалист Казахмыс Барлау из семьи геологов. В своей работе любит изучать породы, определять содержание проб, изучать новые участки. Командный дух – важная составляющая эффективной работы любого коллектива. В компании Казахмыс Барлау ориентируется только на комплексную работу всех служб. Каждый сотрудник – важная составляющая огромного механизма, где отсутствие одного влияет на деятельность всей организации. Развитие спорта и досуга, развитие коммуникации. Корпоративное единство – это мощный стратегический инструмент, который позволяет ориентировать всех сотрудников на достижение общих целей. Моя работа – это вот как моя вторая семья. У нас очень сплоченный, дружный коллектив, с которым мы постоянно не только на работе проводим время, также и отдыхаем, проводим всякие турниры, тимбилдинги, выезжаем за город. Также наша компания выделяет огромное внимание спорту, например, футболу. Наша регионка, мы сейчас выступаем в Караганинской лиге, любители футбола, как Казахмыс Барлау. Все геологи объединились с региона. И играем против сильнейших игроков, сильнейших команд в области. На данный момент у нас своя связка уже есть в команде и в работе. Мы всегда ищем выход из всех положений. Наши работники всегда занимались спортом. С одной стороны, это корпоративный дух, это коммуникация между сотрудниками. Они понимают, какой он за рабочее время, да, например, какой он человек. И у них уже взаимосвязь появляется между департаментами, между буровиками и геологами. И я думаю, что это вот когда идет взаимоуважение, это и есть коммуникация, и друг другу уже будут помогать во время работы. Мы ради этого и стараемся, ради них. Если говорить о внедрении передовых технологий на производстве, то сегодня компания «Казахмэз Барлау» в этом направлении идет семимильными шагами. Причем высококлассное оборудование используется не только при наземных работах, но и на глубине шахт при добыче полезных ископаемых. Сегодня мы проводим работы по 3D-сканированию технологии «Лидар» на беспилотном летательном аппарате на шахте 65 Южный Жизганского рудника корпорации «Казахмэз». Производим работы на сканере «Ховарма» по австралийских разработчикам «Эмэсэнд», который установлен на промышленный квадрокоптер «Джи-Матрис-300». Внедренная в технологию система способна выполнить работу автономно, что делает ее безопасной и точечной. Полученная в результате сканированная трехмерная модель дает возможность изучить выработки более углубленно, детально и облегчит задачу при визуальном исследовании. Земли Жизгазгана уникальны. Регион щедро наделен медью, которая богата примесью благородных металлов. Например, в 1962 году здесь обнаружили очень редкий и не до конца изученный сульфидный минерал. Будучи особенным, и получил свое название «Жизгазганит». Хоть и местные территории хорошо проанализированы, специалисты Казахмыс Барлау не исключают наличие неисследованных территорий. Более того, сегодня на базе знаменитого «Жизгазган-геология» будет отстроен новый геологический кластер. В городе Жизган, бывшей Жизган-геологии экспедиции, строится геологический кластер. Цель геологического кластера – чтобы наши керны, которые при гелоразведящих работах, сохранялись у нас. На самом деле, кластеры объединяют не только кернохранилища, у нас будет лаборатория международной компании АЛС, которая является лидером по геохимической лаборатории. Потом у нас строится учебный центр для подготовки и переподготовки наших кадров. У нас имеется кампус для наших молодых специалистов. Это тоже будет сдаваться в следующем году. Кернохранилище и учебный центр мы планируем до конца года закончить и сдать в эксплуатацию. Радует то, что наши акционеры поддержали, потому что, на самом деле, кластер – это дом геологов, где геологические умы могут собираться и планировать будущее, чтобы можно было пополнять минерально-сыровую базу Казахстана. Здесь применены металлические конструкции, которые в этом регионе имеют возможность как с точки зрения погодных условий выдерживать, так и в эксплуатации упрощены. Как вы видите, металлоконструкция внутри уже вся с отделкой идёт, белого цвета. Лаборатория находится вот в этом помещении. В этой лаборатории будет использоваться оборудование, которое в мировой практике уже имеет хорошие показатели. Это гиперспектральный сканер, мини-лайзер, что нам позволит оптимизировать весь процесс работы, ускорить процесс всей обработки. Еркебулан Абуов – директор геологического кластера. Строитель с более чем 15-летним стажем. Для Еркебулана возведение геологического кластера – дело чести. За качество отвечает головой. Качество строительства на высоком уровне контролируется. В рамках цифровизации геокоразведки был реализован проект диспетчерского центра «Казахмазбарлав» на производственной базе в городе Караганда. На текущий день диспетчерский центр оснащен комплексом системы мониторинга и управления. Также система оснащена сборой и обработкой данных. Соответственно, диспетчер в реальном времени контролирует скоростной режим, контролирует местоположение, контролирует эксплуатацию транспортных средств, в том числе и буровых установок. На сегодняшний день наши транспортные средства и буровые установки оснащены системой мониторинга, а также системой видеорегистраторов и видеонаблюдения для того, чтобы обеспечить безопасность, непрерывность производства. Ввиду специфики производства, то есть диспетчерская служба работает круглосуточно. У нас сейчас идет полный процесс автоматизации, цифровизации нашей компании с использованием всех новых технологий, начиная с GPS-трекера, видеорегистрации, спутниковые данные. И у нас даже сейчас слив ГСМ невозможно без контроля. У нас идет контроль, и у нас есть диспетчерское управление. Человек поступает на смену, с этого момента у человека полностью, каждая минута контролируется, как он работает и чем он занимается. Вот многие думают, что это для контроля. Нет, это делается для безопасности людей. Дамир Бугубаев – геолог во втором поколении. Работа в компании «Казахмэс Барлау» обеспечила карьерный рост. Пришел работать полевым геологом. Сегодня занимает руководящую должность. Главный принцип работы – сплоченность команды. В 2023 году для оконтурения рудных тел «Казахмэс Барлау» было запроектировано 9 скважин с общим объемом 5000 погодных метров. Это 6 скважин в восточной части участка и 3 в западной части участка. На данный момент уже пробурены 3 скважины, и все скважины подтверждают наличие рудной минерализации. Наша компания с прошлого года участвует в международных проектах, таких как в Австралии. Например, у нас был проект по заказу американских компаний совместно с нашими стратегическими партнерами «Эксперт Геофизикс». Проводили именно близ города Перс в Австралии аэрогеофизические работы с применением канадского технология «Мобайл МТ». Мы имеем опыт участия в работе международных проектах, таких как в странах Канады и Америки. И также в этом году планируется участие уже в республике Оман, также в Египте. Ну, конечно, руководителям будет очень сложно работать с людьми, с каждым почти, можно сказать, индивидуально, потому что они все разные, как они думают, где они учились, в каком районе, в каком регионе даже жили. У нас, на самом деле, в компании требования очень, можно сказать, такие жесткие, потому что мы всегда соблюдаем международные требования. Те люди, которые готовы к этому, к изменению, усовершенствовать себя, они остаются в нашей компании. Мы делаем все условия, чтобы человек чувствовал себя как дома. Это же тоже его второй дом, потому что он больше времени тоже проводит на работе. Поэтому человек, чтобы всегда чувствовал, что он нужен своему коллеге, своей семье. Я думаю, что любые моменты, которые связаны с работой, да, чтобы у него всегда были хорошие воспоминания, и каждый раз он стремился утром вставать и идти на работу с хорошим желанием. Для нас это важно. У меня была мечта вообще в детстве попутешествовать именно по Казахстану, по стране. Видимо, судьба сложилась, что я именно пошел обучаться в геологоразведку, и мы именно по работе объехал почти практически весь Казахстан. Каждый человек у нас отзывчивый, то есть с каким-либо вопросом не подойдешь, то есть человек может тебе помочь в любой ситуации. Мне хочется в дальнейшем изучать участок, открыть месторождения. В целом работа геолога, как говорят, это романтика, но в то же время это очень сложная работа. Должно быть у человека призвание быть к этой работе. Конечно, заменил мою судьбу Казахстан из Барлот, так как я нашел вторую свою половину. На сегодняшний момент у меня дочка полтора года. Я думаю, что будет геологом. Да, у меня есть мечта. Но это не связано с работой. У нас, например, в Сад Паве хоккей то был, то не было. Я сам начинал, потом бросали, потому что не было. Я со своего сына требую, чтобы он занимался спортом тоже. У меня их двое. Дочери у меня тоже занимаются. Поэтому я хочу, чтобы мои дети стали как-нибудь там олимпийским чемпионом, чемпионом мира. Казахстан из Барлау, которые были в Казахстан, они были в Казахстан. Мы были в Казахстан. И они были в Казахстан. И они были в Казахстан, они были в Казахстан. И они были в Казахстан. Говорят, геология – это романтика. Есть ли грань между высокой наукой и тяжелой работой? Ответит только истинный и прирожденный геолог. Наука, где каждый день открытие. В компании «Казахмыс Барлау» трудится более 600 человек. Из них больше 120 – это геологи. «Казахмыс Барлау» – синергия человеческих знаний и возможностей техники. Новые навыки и горизонты. Единение природы и человека. Показатели результата и успеха. Исполнение мечты и целей. Сегодня «Казахмыс Барлау» делает семимильные и уверенные шаги в развитии геологоразведочной отрасли Казахстана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова